Здравствуйте! Я очень рад приветствовать вас на этой лекции. Я с нетерпением вас ждал. Надеюсь, что и вы меня тоже. Момент ответственный, потому что обычно я нахожусь по ту сторону Рампа. Сегодня я по эту сторону. Сегодня я буду вам рассказывать о истории, которая нам известна и неизвестна. О фактах, которые мы вроде бы знаем и в то же время не обращали внимания на многие из них. Ибо, как говорил французский просветитель, мыслитель Франсуа Мари Аруэ Вольтер, случайностей не бывает. Или это испытание, или наказание, или награда, или предвестие. Вот с этими словами я хочу открыть наш с вами вечер. Называется он «Мистика домов Романовых. Неизвестная об известном». Почему, собственно говоря, меня заинтересовала эта тема? Прошло ведь уже больше ста лет. Эта работа, кстати, она готовилась именно к столетию со дня убийства царской семьи в 2018 году. Дело в том, что, несмотря на отдаленность этих событий, до сих пор эти события живы, они не стали историей. Они живут в нашем обществе, в наших умах, в наших душах. И поэтому следовало бы с ними разбираться, разобраться и расставить окончательно все точки над «и». Ну, не знаю, насколько это будет дело ближайшего будущего. Может быть, это дело отдаленного будущего. А первый раз я, когда мне было лет 10-11, это был 1974 или 1975 год, случайно дома находился, болел, не пошел в школу, услышал по радиопередачу. В ней выступал один из участников вот этого расстрела, фамилия его Никулин, и он медленно, размеренно, спокойно рассказывал о том, что произошло. И сказал, что, по его мнению, они поступили очень гуманно. В дальнейшем я редко слышал о том, что, по какой причине вообще все это произошло, знал, как о факте, постепенно стал этим вопросом интересоваться. А потом мне в руки попала книга советского писателя Марка Косвинова, она называлась «23 ступени вниз». Почему 23 ступени? Это число лет, в течение которых страной правил Николай II. То есть он правил 23 года, и Марк Косвинов не поленился, съездил в дом на площади народной мести, как он в одно время назывался, дом инженера Ипатьева Николая Николаевича, сосчитал те ступени, которые ввели в подвал, где и совершилось это злодеяние. Что обращает на себя внимание? Марк Косвинов привел множество самых различных фактов. Я прочитал внимательно всю его книгу, а потом я стал проверять эти факты, и выяснилось, что многие из них не соответствуют действительности. Либо произошло преувеличение, либо эти факты были искажены, либо их вообще не существовало. Тогда я решил написать собственное исследование, но я начал с другого. Собственно говоря, меня всегда интересовало уже в период, когда в стране началась гласность, потом Советский Союз распался, никаких ограничений, никаких цензурных препятствий для публикации какой-либо информации не было, и появилось много новых интересных материалов, и стали говорить о том, что вот какая загадочная судьба. Началась династия Романовых в 613 году в монастыре Ипатьево, в Ипатьевском монастыре, а закончилась в доме Ипатьево. И все мы принимали, принимаем этот факт как данность. Я не знаю, кто-то из вас интересовался или нет, а что это вообще означает. А потом, когда стали публиковаться подробности гибели, выяснилось, что свое последнее прибежище, семья Романовых, нашла в некой Ганиной яме. Что такое Ганиной яма, известно мне не было, и я стал интересоваться этими вопросами. И что выяснилось в ходе этого исследования? Выяснилось, что Ипатьевский монастырь, сейчас я его покажу. Вот так вот он выглядит. Он был так назван в честь священномученика Ипатия. Далекая от нас история, 325 год. Ипатий, который возглавлял епископство в городе Гангре, возвращается с Никейского собора. На этом Никейском соборе утверждается символ Святой Троицы. Вот этот вот монастырь получил название в честь этого священномученика, Ипатия Гангарского. И вот тут я обратил внимание на то, что вот этот корень, Ган, он совпадает, он находится и в наименовании Ганина ямы, и в названии этого города. Город этот находился на тот момент, это был диоцез католической церкви, и он находился на территории, которая называлась Пафлагония, это территория современной Турции. И сейчас этот город называется Чанкры, что означает колокол или грязь. Почему, собственно говоря, этот монастырь был так назван? Около 1330 года в другой части света, то есть в России, татарский мурза по имени Чет, предок Бориса Годунова, на этом месте, жаждая исцеления, прося исцеления от болезни, увидел, что к нему явились священномученик Ипатий и предстоящий апостол Филипп. И в честь этого события, поскольку он был исцелен, он принимает имя Захарий. Принимает имя Захарий, которое впоследствии становится одним из родовых имен Романовых. Как это ни странно. А здесь основывается тот самый монастырь, в котором впоследствии в 1613 году и зародилась династия Романовых. А зародилась она вот с событий смутного времени, когда Борис Годунов уже умер, и на фоне известных событий вынуждены были выбирать царствующую династию для того, чтобы управление Руси обрело своего руководителя и для того, чтобы преодолеть последствия той смуты гражданской войны, которая на тот момент существовала. Сейчас я вам покажу вот этот город Ченкары. Он находится повыше над Анкарой. Анкара выделена жирным шрифтом. Над ним находятся Ченкары. Та самая Гангара. Ипатий Гангарский. А что означает Ганнина яма? Мало ли каких совпадений бывает. Так вот, есть, оказывается, я изучил множество словарей, оказывается, есть такой глагол Ганить. Он употребляется в южно-русских говорах и в украинском языке на сегодняшний день. Но он употребляется во всех славянских языках и означает везде одно и то же – срамить, позорить и все другие подобного рода значения. То есть, вот эта Ганнина яма, последнее прибежище Николая II царской семьи, это можно расценивать как тот позор, который приняла царская семья в результате вот этих исторических событий, которые произошли и которые нам кажутся ясными и очевидными, как события социально-политической истории, которые вроде бы имеют некую причинно-следственную связь, и тем не менее, не все объясняется только вот этой причинно-следственной связью. А данная Ганнина яма – это заброшенный рудник Большого Верхесецкого Рудника. Это разработка, в которой пытались найти нечто ценное. А что произошло с Ипатием Гангарским? Ипатий вернулся в 325 году с Никейского собора. Его встретили, недовольные его взглядами, последователями, новатые фелициссима, так называемые новациани. Они его побили кольями, мечами, камнями и сбросили в болото с высокого берега. И с этого высокого берега все и начинается в этой истории. То есть вот Ипатий Гангарский у нас в церковной традиции принято почитать различного рода священно-мучеников, но вряд ли кто задумывается, что они отбрасывают на последующую историю свою тень. Вот такую тень Ипатий Гангарский и принес в этот Ипатийский монастырь, в котором все это и началось. А дальше с момента воцарения царя Михаила, который был первым царем, начинается, собственно говоря, вот эта вот социально-политическая история. Начинаются различного рода события, которые сопровождают все его царствование. В период царствования, о чем я хочу упомянуть, здесь в этой истории большую роль играет женский фактор. Что происходит во время этого царствования? Он пытается жениться на некой Марии Хлоповой. Но интриги, которые существуют при любом царском дворе, не позволяют ему этого сделать, потому что она оказывается вроде бы больна. и в конце концов, после неоднократных попытков на ней жениться, его мать Иннокене Марфа настаивает на том, чтобы она была удалена. Удалена в ссылку и не куда-нибудь, а в город Тобольск. Город Тобольск, в который пролегает по следующим путь и самого императора вместе с его семьей. Удаляется она туда не одна, а вместе со своими тетками и дядьями по фамилии Желябужские. Желябужские в последующем возникают в российской истории как фамилия человека, носящего ее Андрей Желябов. Андрей Желябов человек, который совершил цареубийство, то есть он совершил покушение вместе с Софьей Перовской на Александра Второго и тем самым положил начало вот этому процессу, который впоследствии завершился уже в 1917 году. Ее возвращают из этой ссылки, но он все равно по настоянию матери женится на другой, Иннокене Марфа. Вообще, что происходит с этими именами, они, многие из них происходят от слова Март, а Март происходит от слова Марс, то есть война. Вот этот вот корень, он внесет в себя некое воинственное начало, и в результате этого в последующем начинают развиваться самые неконтролируемые события, потому что многие из Романовых, опасный вообще для них месяц Март, многие из Романовых или погибли в Марте, или лишились своей власти в Марте, как это произошло с самим Николаем Вторым. Царь Михаил умирает в возрасте 49 лет от вот так называемой водяной болезни. Впоследствии, а впоследствии происходит вот что. Русские цари неоднократно женились собственно говоря на том, на ком они хотели, на тех женщинах, на которых они хотели. Но никогда у них не было неравнородных иностранок. И первым, кто это сделал, это сделал Петр Первый из этой династии. То есть он женится на Марте с Кавронской, которая становится российской царицей Екатериной Алексеевной Михайловой. А если мы посмотрим на ее происхождение, то мы видим, что она родилась в городе Юриеве, который носил впоследствии название Дербт. Дербт менял свое название на Юриев, несколько раз Дербт, и сейчас этот город называется Тарту, он находится на территории Эстонии. А матерью ее была Доротея Ганн. Ганн. Опять возникает вот этот самый корень, который мистическим образом сопровождает всю историю семьи Романовых. Ганн, Ганить, Ганя. Надо сказать, что сами Романовы происходят от прусского дворянина, которого звали Андрей Кобыло. Но так было записано при его поступлении на русскую службу. Было ли в действительности он, и носил ли он в действительности такое имя, неизвестно, но он стал Андреем Кобылой, от которого произошло пять, у него было пять детей, и один из них его звали Федор Кошка. Федор Кошка является родоначальником вот этой династии. И от него пошли Романовы, Захарьины, Юрьевы и другие. То есть мы здесь видим, что появляется связь между именем Юрьев, между названием Юрьев, фамилией Юрьев, именем Георгий, потому что Георгий является вариантом имени Юрий. Вообще, если вы знаете церковные традиции, то в большинстве своем, когда подают поминальные записки, то предлагают дописать к имени Юрий имя Георгий, потому что имя Юрий в православной церкви, оно редко встречается в качестве памяти какого-то святого. Их всего два. Один из них это память последнего времени, то есть расстрелянный в 22-м году. Таким образом, Марта Скавронская становится царицей. А что происходит с его женой, с его законной женой, которой зовут Евдокия Федоровна Лопухина. Но Евдокия Федоровна она принимает имя тогда, когда выходит замуж за него, за Петра I. А до этого она была Прасковья Иларионовна. Прасковья это тоже священномученица, она претерпела различные страдания и была убита за свою проповедническую деятельность, но тем не менее она носила это имя. В 698 году ее отправляют, Петр I ее отправляет в монастырь. В том же 698 году он отправляет туда же, только в другой монастырь, свою сестру царевну Софью. Царевну Софья, которая принимает имя Сусанна. Странное название Сусанна, но тем не менее мы здесь видим перекличку с именем того человека, который сыграл весьма важную роль в защите, в становлении династии Романовых, то есть с Иваном Сусанином, который спас на тот момент эту династию от уничтожения, тогда, когда польские интервенты пытались отыскать местонахождение семьи Романовых. в семьсот восемнадцатом году история развивается дальше, в семьсот восемнадцатом году Петр Первый, он все время был одержим какими-то подозрениями, что против него плетутся заговоры, в семьсот восемнадцатом году, в тысяча семьсот восемнадцатом он дает приказ казнить своего собственного сына Алексея. И вот здесь появляются цифры которые впоследствии постоянно сопровождают эту семью. Семнадцать и восемнадцать в семнадцатом году царская царская династия утрачивает свою власть, в восемнадцатом году она находит свой последний приют в этой самой Ганиной яме. А в тысяча семьсот двадцать третьем году основываются два города связанные между собой связанные таким образом что впоследствии они становятся главными в российской истории то есть это город Екатеринбург и город Перми получают они Екатеринбург получает свое имя в честь Екатерины Екатерины то есть Марта Скавронской Марта от слова Марта от слова Марс вот что приносит вот этот брак на российскую землю вот эти постоянные неустройства которые возникают вслед за этим а принято считать что основателем Екатеринбурга был тот самый Василь Никитич Татищев но это не так на самом деле на русскую службу поступает Вильям Георг Вильям Догенин и именно он является основателем этих двух городов он непосредственно этим занимается он их строит он строит заводы и он выполняет повеление царя находясь на русской службе откуда он взялся Георг Георг это тоже Юрий тот же самый Юрий а что такое генин генин это головной убор женский головной убор он имеет специальную конструкцию сейчас вы ее увидите я ее сам сегодня утром видел вот так а у нас ее нет ну ладно это ипотегангерский вот эта икона находится в Третьяковской галерее она написана в 15 веке можете ее как-нибудь если будете в Третьяковской галереи посмотреть генин это двурогий женский головной убор специально под женскую прическу сделанный он еще называется инин или нн есть разные наименования а сам Георг Вильям Догенин родился в городе Ганновере город Ганновер это Германия а он означает высокий берег в переводе означает высокий берег город Ганновер а служба его на тот момент когда он поступал на русскую службу называя сам себя Юрием он так посчитал необходимым в своем прошении Вильям Догенин служил в городе Ганнау город Ганнау был основан графским родом Ганнау и по странному стечению обстоятельств впоследствии в девятнадцатом веке я не думаю что Федор Михайлович Достоевский знал об этих всех обстоятельствах он пишет Федор Михайлович пишет свое знаменитое произведение Бесы и в этом произведении Бесы он поселяет своего главного на учебу отправляет главное действующее лицо Петра Верховенского прототипом которого являлся русский революционер террорист Нечаев Нечаев который сочинил ужасающий по своему содержанию катехизис революционера если вы его читали помните его страшное содержание он рассказывает о том каким должен быть революционер безжалостным беспощадным от всего отрекшимся и стремящимся к одной единственной цели и вот там вот этот Петр Верховенский набирается ума разуму для того чтобы впоследствии на родине свои идеи воплотить в жизнь а почему собственно говоря это может нас интересовать дело в том что этим эпизодом когда Петр Верховенский о том уничтожает как ему как ему Петр Верховенский рассуждает о том каким образом следует изменить Россию он говорит что надо вырезать всю большую ягтенью большая ягтенья это поминаемые все без исключения члены царствующей семьи во время церковной службы это очень восхищает Владимира Ильича Ленина который делится со своими соратниками своими мыслями о том что каким образом следует впоследствии преобразовать Россию и он говорит что вот таким способом просто великолепно придумал Нечаев этот эпизод зафиксирован в журнале политкаторжан за 30-й год там рассказывают об этом те кто вместе с ним отбывал вот эту вот каторгу а впоследствии развивая свою мысль Владимир Ильич Ленин говорит о том что отвечая на вопрос возможно ли в России конституционная монархия он говорит что в Англии для того чтобы утвердилась конституционная монархия достаточно было отрубить голову одному человеку а в России придется это сделать отрубив голову 100 членам этой царствующей династии но убито было 19 кто успел уехали за границу и сейчас сейчас уже представляют собой только отдаленные отдаленных потомков вот этого рода а мы сейчас посмотрим на движение исторической материи вот посмотрите вот примерно так выглядит генин в схематичном изображении начинается движение от города Ганновера от города Ченкары городу Ганновер продолжается он развивает свою линию Костроме Москве Екатеринбургу и замыкается здесь же на городе Ченкары вот так он выглядит вот этот генин казалось бы это совершенно посторонний женский предмет головной убор который соединяет вот эти ключевые пункты русской истории а что почему собственно говоря высокий берег и все остальное имеет значение то есть обстоятельства гибели и патия Гангарского потому что то же самое произошло с царской семьей их пригласили спуститься вниз под предлогом что сейчас возможен артиллерийский обстрел наступающих белогвардейских частей на город им безопаснее будет в подвале когда они спустились туда начался расстрел им объявили вкратце о том что они приговорены к смертной казни начали стрелять потом участники расстрела на перегонки пытались присвоить себе авторство убийства самого Николая Второго там погибли вместе с ними и их доктор погиб Боткин и служащие погибли добивали их жтыками и добивали их уже даже после того как их вынесли несли на носилках выносили грузили на автомобиль и повезли вот в этот самый верх Исецкий рудник искали место где захоронить места никак не находилось и они пытались его отыскать и нашли вот эту Ганину яму вот этот рудник сбросили их туда и пытались обрушить берег гранатами они несколько дней пытались это сделать ничего не получалось затопить тела вытащили настолько насколько они там сохранились потому что следователь Соколов когда осматривал место происшествия находил там и отрубленные пальцы и все остальное и захоронили их там же все это вот этот географический объект Ганина яма находится в урочище четырех братьев в которых находится некий поросенков лог урочище четырех братьев туда привезли вот им четыре сестры четыре великих княжны и плюс наследника хочу сразу сказать что эта история не имеет прецедента потому что расстреляны были несовершеннолетние нервелика княжна Анастасия ей не исполнилось 18 на тот момент а наследнику Алексею не исполнилось 14 ему было 13 лет и когда не справившись с этой задачей их оттуда извлекли их решили захоронить выкопали на дорогу на дороге яму и заложили ее шпалами заложили ее шпалами и долгие годы место захоронения оставалось неизвестным пока в 79 году наш с вами современник вы его знаете знаете его по фильмам рожденной революции наверное почти все смотрели здесь да Гелий Рябов Авдонин и Васильев не отыскали это место раскопали достали часть останков пытался он провести экспертизу возил с собой в Москву потом точно так же до лучших времен вернул на место и уже в начале 90-х с использованием в официальной процедуре раскопали вот эти вот останки извлекли их и сейчас после проведения многочисленных экспертиз их останки находятся в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге сам Гелий Рябов он служил в МВД он закончил юридический факультет в МГУ и во время своей учебы в МГУ в начале 50-х ему показали однокурсница показала фотографию Николая Второго и рассказала о его судьбе с тех пор он был одержим идеей отыскать место сохранения останки царской семьи и он при этом он выйдя на одновременно он занимался литературной деятельностью кинематографической и написал несколько сценариев написал несколько сценариев для фильмов один из которых явился дебютным для артиста фамилию которого сейчас назову называются они «Казнены на рассвете» «Казнены на рассвете» это фильм о тех кто собирался устроить покушение на Александра Третьего в 1887 году среди них был Александр Ульянов главную роль в этом фильме сыграл артист Вадим Ганшин то есть можно приписывать это случайности но случайность это довольно получается закономерная а что случилось в дальнейшем с Вадимом Ганшином во-первых он происходит его отец происходит из города Юрьев Польский Юрьев Польский где от поляков скрывался скрывались Романова и Вадим Ганшин сыграв несколько ролей заболевает страшным заболеванием у него тромб на ноге он лишается ноги и в конце концов он умирает сыграв также еще в фильме который наверное если молодое поколение интересуется в фильме последнее лето детства он играет там рецидивиста фотографа который руководит соответствующей бандой но дело в том что вот эти все имена Ганя Гавша Ганша Ганша они происходят от имени Гавриил и все вот в такой последовательности то есть Гавриил означает моя сила Бог Гавриил это был один из наследников Андрея Кобылы она один из наследников Андрея Кобылы который был родоначальником рода Романовых эта линия впоследствии дав несколько ветвей исчезла и была исключена из аномастикона царствующей династии то есть вот эта вот линия может быть и несправедливость проявленная к потомкам этой линии она тоже сыграла свою роль впоследствии вот в этих страшных событиях которые произошли а здесь мы видим Степана Борисовича Веселовского это историк он родился в 19 веке умер в 20 веке занимался русской историей и чем бы он мог заинтересовать заинтересовать он может тем что он составил аномастикон русских фамилий в том числе семьи Романовых а кроме этого Степан Борисович Веселовский учился в городе Тамбове который основал один из потопков того самого Гавриила Гавши который относился к царской династии но это еще не все до определенного времени Марта Скавронская воспитывалась в семье своей тетки по фамилии Веселовская Степан Борисович Веселовский тоже имеет польские корни он произошел его отец произошел из Могилевской губернии и вроде бы на этом все можно было бы закончить если бы он его сестра мать его его мать точнее не была сестрой губернатора по фамилии Перовский чья дочь Софья являлась цареубийцей а сам он в 44 году оставил последнюю запись в своем дневнике он вел его длительное время начиная с 17 года где очень нелицеприятно отзывался о состоянии русского народа он сказал что к чему мы пришли в 44 году немецкий фашизм вызвал фашизм красный они не опубликованы до сих пор имеются только отдельные фрагменты его дневник готовился к публикации тем не менее он до сих пор не опубликован Степан Борисович Веселовский то есть история переплетается различными путями которые которые нам неведомы которые мы не можем постичь пока но постичь мы не можем только по той причине потому что мало за ними за этими событиями наблюдаем я вам упоминал о том что царевна Софья здесь явно просматривается вот эта линия на пренебрежение заповедями брака я не упомянул о том что в городе Гангара проходило два христианских синода которые утвердили ценность брака и семьи вопреки этому дельные представители рода Романовых пренебрегают этими мало того они наносят вот такой ущерб своим ближайшим родственникам надо сказать что жена Петра Первого она не стала претендовать после смерти Екатерины Первой на престол но она сказала что городу Петербургу город Петербург будет пустым он будет свободен от Романовых и в общем-то впоследствии так и произошло это пророчество оно оказалось исполнившимся так вот царевна Софья которая была пострижена под именем Сусанны какое она отношение имеет к этой истории в 1882 году в своем дневнике Николай II записывает одну песенку она ему очень понравилась эта песенка и он постоянно ходит и напевает ее а песенка заключалась вот в чем вниз до по речке вниз до по казанке серый селезень плывет вдоль-то по бережку вдоль-то по крутому добрый молодец идет он с окудрями он с русами разговаривает кому ж мои кудри кому ж мои русы достанутся расчесать достались окудри достались русы старой бабушке чесать сколь она не чешет сколь она не гладит только волосы дерет то есть это песня это народная песня о старухе смерти расчесывавшей кудри погибшего молодца открывает его дневник за 1882 год идет он как вы видите по крутому бережку все тот же самый берег он фигурирует постоянно вот в этих событиях так вот имя Сусанна означает в переводе лилия но не просто лилия а лилия саранка лилия саранка которая имеет наименование мартагон то есть то что гонит март войну и она произрастает именно в той местности казанка это река возле города казани начинается там и она произрастает именно в той местности вот эта вот лилия которая о которой здесь косвенно можно догадаться о том что здесь происходит а через 250 лет после воцарения Романовых возникает в 1863 году в Москве заговор с целью убийства Александра Второго возглавляет заговор уроженец Пензы Николай Андреевич Ишутин он создает соответствующий кружок который называется организация а в этой организации есть группа ад которая в дальнейшем должна руководить правительством которое воцарится после того как Александр Второй будет убит это первое собственно говоря до этого случались различные события связанные с убийством членов царской семьи но впервые здесь инициатива исходит не от придворных интриг а от общества от общества впервые появляется вот этот Ишутинский кружок чем он замечательен чем он знаменателен появление вот эта вот группа располагалась в Москве в каретном дворе Большом Спасском переулке в квартире Мещанки и Патовой то есть постепенно постепенно вот эта линия вырисовывается и она становится доминирующей в этой истории 19 век век когда начинают появляться появляется русская литература появляется поэзия появляется Михаил Юрьевич Лермонтов появляется Александр Сергеевич Пушкин который пишет различные произведения и вот пишет Александр Сергеевич Пушкин пишет такое произведение которое называется Вольность вроде бы он пишет ее по следам уже состоявшихся исторических событий он пишет это о французской революции но в ней есть такие строки самовластительный злодей тебя твой трон я ненавижу твою погибель смерть детей жестокой радостью вижу читают на твоем челе печать проклятия народы ты ужас мира стыд природы упрек ты богу на земле когда на брачную неву звезда полуночи сверкает и беззаводную главу спокойный сон отягощает глядит задумчивый певец нагрозно спящий средь тумана пустынный памятник тирана забвенью брошенный дворец трудно сказать что он имеет ввиду но это поэтическое произведение поэтам писателям как вы видите свойственное озарение это Федор Михайлович Достоевский доказал своим произведением когда поселил того самого Петра Верховенского в городе Ганау а потом появляется стихотворение Михаила Юльча Лермонтова кто знаком с его творчеством наверное знает что у него было несколько предсказаний он написал и предсказания о своей собственной гибели называется оно сон и написал предсказание которое касается самой России настанет год России черный год когда царей корона упадет забудет черн к ним граждан и любовь и пища многих будет смерть и кровь когда детей когда невинных жен не извергнут и не защитит закон когда чума от смрадных мертвых тел начнет бродить среди печальных сел чтобы платком из хижин вызывать и станет гладь сей бедный край терзать и зарево окрасит волны рек в тот день явится мощный человек и ты его узнаешь и поймешь зачем в руке его булатный нож и горе для тебя твой плач твой стон ему тогда покажется смешон и будет все ужасно мрачно в нем как плащ его с возвышенным челом это он написал в 1830 году опубликовано это было значительно позже достоянием гласность не стало но от этого оно не теряет своего значения Михаил Юрьевич Лермонтов является потомком Георга Лермонта который поступил на русскую службу в 1613 году родовое поместье Лермонтовых находится в селе Измайлово Чухламского района Костромской области Михаил Юрьевич Лермонтов является ближайшим родственником генерала который сыграл зловещую роль в отстранении от власти данной семьи зовут его Николай Владимирович Русский именно Николай Владимирович Русский принудил Николая Второго подписать отречение он его буквально схватил за руку и потребовал чтобы отречение было подписано 2 марта 1917 года он происходит из Лермонтовых из так называемой Острожниковской линии что случилось с Николаем Владимировичем впоследствии после того как произошла Февральская революция произошла Октябрьская революция он ушел с военной службы кстати это единственный человек которого Николай Второй не простил он сказал что вот его я простить не могу всех прощаю я его не могу он ушел со службы и отправился на лечение на отдых в город Ессентуки вы знаете там недалеко Пятигорск многие были наверное на Кавказе помнят там все очень близко Пятигорск Пятигорске погиб Михаил Юрьевич Лермонтов погиб он 15 июля 17 июля он был там похоронен на кладбище впоследствии через два года его тело перевезли в Тарханы к бабушке так вот Николая Владимировича Русского и еще 48 человек вместе с ним привезли из Ессентуков на кладбище в Пятигорск где руководитель ЧК Георгий Аторбеков зарубил его кинжалом на кладбище там где когда-то был похоронен его предок Михаил Юрьевич Лермонтов на вопрос о том признает ли он великую русскую революцию он ответил что я вижу только разбой великий разбой и после этого вот этим самым кинжалом он был зарублен на том самом кладбище ну вроде бы ладно предсказание высказал поэт свое предсказание довольно отдаленное довольно отдаленное оно от нас исторически что собственно говоря нас может могло произойти могло не произойти но дело в том что каким образом Михаил Юрьевич приехал на Кавказ он не собирался продолжать военную службу он подал прошение Николаю Первому об отставке Николай Первый эту отставку не принял потому что он был раздосадован каким-то дерзким ответом императрице на балу который высказал Михаил Юрьевич и отправил его служить в Тенгинский полк вот перед тем как прибыть в Тенгинский полк он заехал полечиться в Пятигорск где снял квартиру за очень дорогую цену немыслимую просто по тем временам цену неподалеку от Николая Соломоновича Мартынова своего товарища с которым собственно потом впоследствии произошла дуэль на этой дуэли дуэли у него не было никаких шансов выжить потому что одним единственным выстрелом были перебиты все жизненно важные органы которые только возможно такое случается исключительных случаях невозможно даже было предвидеть что такое может случиться но одним выстрелом он умудрился причинить вот такие вот повреждения итак Тенгинский полк куда отправляет его именно Николай Первый у него есть номер у Тенгинского полка номер этот 77 убит был Михаил Юрьевич в 841 году 15 июля прибавив к этой дате 841 год цифру 77 мы получаем 1918 и вот там через два дня его хоронят то есть 17 июля можно считать это совпадение можно считать чем угодно но во всяком случае такое совпадение существует и оно не первое в этой истории которое происходит и требует собственно говоря вот этого своего объяснения и таким образом перед нами вырисовывается вот такая картина ряда необъяснимых событий которые преследуют вот эту вот семью а что же с этой фамилией Ган частицей Ган что с ней дальше происходит а дело в том что в царском селе с конца 19 века начинает работать фотография и фотография называется Ган вот эта фотография она множество есть фотоснимков которые оставлены для истории в 917 году царь приезжает в Могилев в Ставку он приезжает в Могилев и сопровождающий его офицер по фамилии Мордвинов идет знаешь там есть соответствующий музей он хочет заказать копию портрета Павла Первого и он просит фотографию сделать фотографа который следует с ними фамилия фотографа Ган после революции в начале 20-х годов появляется сборник который называется отречение Николая Второго отречение Николая Второго там перечень различных статей один из авторов носит фамилию Ган то есть мы видим что эта история заканчивается вот таким губительным образом с этой с этой позорящей так сказать интонацией вот на 1918 году необъяснимым образом сопровождая всю историю все все царствование романовых но тут есть кроме этого и другие персонажи вот этот кстати вот это тоже генин это последний путь царского поезда который он проделывает он проезжает вот таким вот путем доезжает до города Псков Пскове происходит отречение от престола а потом уже его отправляют после этого в Тобольск Псков носит свое имя от имени река Пскова она же пескава на языках населяющих ту местность людей народностей это означает рыбная река а погибает он на реке и сеть которая на языке манси также означает рыбная река то есть вот эти два странных совпадения казалось бы да но они не могут казаться странными учитывая всю логику тех событий которые совершаются на пути этой царствующей династии и вот этот самый генин видите заканчивается он обратно возвращается непосредственно из Мигелева уже после отречения он возвращается в царское село где происходят все остальные события а до этого в их жизни присутствует другой персонаж которого зовут Низье Филипп Филипп как вы помните один из священно-мучеников который явился тому самому Мурзе Чету так зовут его а кроме этого Филиппом зовут участвующего участвовавшего в убийстве Николая Второго из семьи Филипп Голощокин который носил партийную кличку Жорж а вместе с ним в убийстве участвовал Яков Юровский он написал известную записку для историка Покровского о том где рассказывал и приложил там свой пистолет из которого он расстреливал царскую семью и лично убил Николая Второго когда Гелий Рябов занимался раскопками с разысканиями царской семьи тел царской семьи он встретился как раз с этой запиской Юровского он слышал о ней он нашел ее он ее прочитал он назвал ее его Юровского Каином Каин известный библейский персонаж предавший своего совершившего убийства и вроде бы тоже совпадение может показаться случайным но Юровский родился в городе Каинске само по себе происхождение может быть не связано с этой библейской историей оно может находиться в истоке этого могут находиться в языках тех народов которые в Сибири он потому что родился в Сибири но тем не менее само по себе это совпадение также не может вызывать интереса и не может не связываться вот с этой историей Филипп Низье французский психолог или бы сейчас как у нас сказали парапсихолог прорицатель оказывал помощь царской семье и он сказал он все пытался получить диплом в России сначала во Франции потом в России он сказал что перед тем перед своим отъездом что вскоре у царской семьи появится новый друг и появится ребенок после обращения к мальчик после обращения к мощам Серафима Саровского что в общем-то впоследствии после этого и произошло он уехал появился Григорий Распутин появился наследник то есть он предсказал его появление Филипп тот Филипп о котором идет речь шла речь в самом начале тот Филипп проповедовал то же самое он проповедовал Евангелие и за это был казнен у него было четыре дочери осталось четыре дочери то есть имена совершают свой исторический кругооборот и возникают в новых исторических реалиях с новыми людьми но тем не менее все движется по какому-то определенному замкнутому кругу к своему определенному финалу который должен был произойти в этой истории потому что они носят в себя определенный заряд определенный код Николай II думал накануне 19 накануне прихода 20-го столетия он думал о том что может произойти война и он предпринимал усилия потому что ему сказали что война закончится падением всех европейских династий он предпринимал усилия и по его инициативе был созван конгресс в Гаге где 6 мая 18 июля 799 года шли переговоры 6 мая знаменательно в двух отношениях в этот день умерла Екатерина 1 марта сковоронская в этот день родился Николай II родился он в день так называемого многострадального Иова многострадальный Иов известен тем в библейской истории что Господь испытывал его веру дьявол нашептал ему что Иов готов отказаться от своей веры и он лишил его всего и наслал на него испытания и Иов все эти испытания выдержал а испытания были страшные ему все было возвращено но Николай II был настроен мистически он считал что история этого Иова прямо проецируется на него что в общем-то верно и ничем хорошим она для него не закончится этим он делился своими мыслями со своим министром Столыпиным в одну из бесед свидетелем которой стал французский посол Морис Палеолог то есть до нас эта история дошла вот в таком освещении а этот Иов каким образом может быть причастен к истории дома Романовых он оказывается имеет непосредственное отношение к этому Иов был патриархи московским в период смутного времени он благословлял другого священнослужителя архимандрита феодорита архимандрит феодорит объявил Михаила Романова избранным на царство архимандрит феодорит рязанский дело в том что и Иов и архимандрит феодорит имеют непосредственное отношение к последующей судьбе Николая Второго Федор Кошка тот самый прародитель вот этой династии сын Андрея Кобылы в конце своей жизни постригается в монахи под именем феодорита вообще феодоровская икона является священным в царской семье и поэтому многие принцессы которые становятся выходят замуж за членов царствующей династии приобретают имя Федоровна отчество Федоровны то же самое было с женой Петра Первого она вместо Прасковьи Иларионовны стала Евдокией Федоровной вот на этом фоне когда выясняется что вот эти вот священнослужители они вносят свою лепту в дальнейшую судьбу в дальнейшую трагическую судьбу Николая Второго и его семьи можно проследить как в дальнейшем развивались вот эти вот события немножко вернемся к дуэли Лермонтова и Мартынова вернемся совсем ненадолго Мартынов всю жизнь переживал по поводу случившейся дуэли молчал а нас интересует его фамилия а фамилия Мартынов так же происходит от того самого Марса Марта который имеет трагическую коннотацию трагическое значение в судьбе династии Романова он умирает в деревне Иевлева Знаменского района сейчас там Солнечногорский район а деревня Иевлева названа в честь того самого Иова библейского Иова то есть это вариант имени Иова а теперь посмотрим нет ли какой-то связи между Ипатиевым Николаем Николаевичем и царствующей династией вроде бы не имеется если не обратить внимание на то что его мать носила фамилию Глика Глика это вариант фамилия Глюк Глюк это пастор который перешел на русскую службу сделал много полезного для России в семье которого воспитывалась Марта Скавронская сам он был инженером и преподавал в горном институте в горном институте то есть мы имеем здесь дело с привязкой к этому самому руднику он был инженером он купил вот этот дом который у него отобрали в начале в конце 1917 года для своих нужд потом вернули но он туда не вернулся больше в этот дом зная что там произошло Николай Николаевич Ипатьев он строил участок Транссибирской магистрали Екатеринбург Пермь Кунгур Екатеринбург Кунгур Пермь Кунгур заложен в 1663 году в тот год когда на Руси был создан панихидный приказ поминающий всех царствующих всех членов царской семьи которые отошли мир иной он просуществовал до 1886 года ровно 23 года ровно 23 года в Костроме был рукоположен на царство первый из Романовых Михаил слово Кострома имеет несколько значений там еще проживали финно-угорские племена народности Кострома означает куклу которую сжигают в Петров в день Петров в день это семик семик так называемый семик потому что празднуется на седьмой четверг после Пасхи и заложены в память о заложенных покойниках заложенные покойники это те кто был убит насильственной смертью и не нашел своего покоения в земле связь географии имен гидронимов топонимов все это говорит о том что все это происходит не случайно все это происходит подчиняясь определенной логике каких-то событий той логике которой мы пока постичь не можем постольку поскольку во первых никто не обладает достаточными знаниями никто этим вопросом не интересовался а во вторых чтобы постичь логику надо глубже понять вот те события которые происходили в течение столь длительного времени на таком длительном историческом фоне на таких в таких длительных исторических с такими длительными историческими перерывами а сейчас мы посмотрим некоторые цифры которые сопровождают эту историю цифры эти касаются вот этих самых дат 23 17 18 а также 26 и 27 председатель государственной думы Родзянко когда в феврале 17 года пришел на прием к Николаю второму попросил засечь время своей беседы с Николаем вторым он пытался убедить Николая второго принять предложение государственной думы о создании так называемого ответственного правительства но Николай второй не соглашался он ушел и спросил Родзянко сколько длилась моя беседа ему ответили что беседа длилась 26 минут 26 минут Михаил Юрьевич Лермонтов родился в 1814 году погиб в 1841 если вы посмотрите на сочетание этих цифр вы увидите что в любом положении они образуют одно и то же погиб он когда ему было не полных 26 лет полных 27 лет в 825 году он пишет в 825 году 14 декабря как вы знаете происходит восстание декабристов сумма последней даты 1825 образует 16 он пишет свое предсказание в 16 летнем возрасте в 830 году а сумма месяца и года 14 декабря образует 26 вот самую 26 которые появляются потом в дальнейших событиях это же эти же цифры 26 27 появляются вот в таких датах наверное которые вам объяснять современникам не нужно седьмое 11 1917 здесь 26 здесь 27 то есть вот эти числовые закономерности они нам говорят о том что все эти события взаимосвязаны если мы от 843 первого года когда погиб Лермонтов отнимем 23 мы получим 1818 год год рождения Александра второго Александр второй погибает в 1881 году вы можете их складывать и так и сяк они образуют все одно и то же 18 царь Александр второй Николай второй родился в 868 году сумма его цифр сумма вот этих цифр составляет число 23 23 вот когда началась война она началась вы знаете первой мировой война с выстрела так называемого террориста которого звали Гаврила принцип Гаврила то есть вот тот тот самый это вариант того же самого имени Ганя Ганша Гавша и все остальное то есть мы видим что вот эти факторы постепенно вступают в действие и выполняют в дальнейшем свою роль через 23 через 23 года после окончания войны умирает его противник Вильгельм Гагенцоллер а через еще через 23 года в России начинается страшная Великая Отечественная война и вот тогда на город Санкт-Петербург он же Санкт-Петербург обрушивается страшный голод то есть вот эти вот цифры имея в последующем свое отношение ко всем другим событиям они также играют свою роль в дальнейшем в дальнейшей судьбе и страны в целом и самого Николая Второго их имена имена тех кто был расстрелян можно найти в дни памяти и 2 марта и 17 июля и в других памятных днях тогда когда это имеет отношение к данной истории а мы с вами говорили что вот этот город Гангра теперь называется Чанкары он же Колокол в 891 году на Николая Второго было совершено первое покушение в Японии в Японии в городе Оцу его совершил полицейский по имени Цуда Сандзо он вскоре умер будучи преданным суду но собственно говоря не в этом дело интереснее всего где он родился родился он в деревне которая называется Канаяма Канаяма в переводе означает золотая гора золотая гора это рудник Ганяна Яма это рудник который появился в середине 19 века его вот эту разработку купил Гавриил он ее пытался найти там золото а началась эта история в Гангре Ченкары область Анатолия Пафлагония Малая Азия первое покушение произошло тоже в Азии в Японии а смерть наступила в Екатеринбурге Екатеринбург одной своей половиной находится в Европе другой своей половиной он находится в Азии вот в том самом он убит был в азиатской части вот этого города Екатеринбурга которая перед нами предстала вот в такой истории то есть такие совпадения конечно могут быть но совокупность таких совпадений приводит к мысли о том что проявилась какая-то историческая закономерность которую мы пока связь внутренней связи которой мы пока не знаем и пока не понимаем вот на 1077 году так вот Ченкары перескакивает мысль Ченкары означает колокол возвращаясь из-за своей поездки Николай II заезжает в Тобольск чтобы посмотреть на ссыльный колокол ссыльный колокол это углический колокол который бил в тот день когда погиб царевич Дмитрий но кроме этого вот тот самый Филипп Низье подарил Александре Федоровне иконку с колокольчиком и она ему в своих письмах писала Николая II о том что подаренная нашим другом вот этот вот этот колокольчик отгоняет от тебя будет отгонять от тебя злых людей Ипатьевский дом претерпел много различных изменений там и был музей был и служба коммунального быта а в 77 году по постановлению политбюро 75 года его снесли потому что к нему стало приходить много поклоняющихся ставящих свечи интересующихся этими событиями которые там происходят и решили снести руководителем на тот момент этого города области был Борис Николаевич Ельцин он принимал это решение о сносе нам это решение может показаться уже отсюда с исторической точки зрения в чем-то кощунственном но дело в том что давайте посмотрим какие связи имеет Борис Николаевич Ельцин в истории он родился прежде всего с момента рождения возьмем он родился в деревне Будка так называется Будка но на самом деле он проживал в селе Басмановское Басмановское имеет прямое отношение к царской династии потому что там оно само слово происходит от слова царская печать а родился он в Будке действительно там был роддом Будка на в словаре 19 века означает сторожевая сторожевой пост на руднике сама сама фамилия Ельцин происходит имеет тюркское происхождение и означает слово вестник вот снос вот этого строения которое несет в себе такую трагическую историю такую трагическую память можно считать выполнила свою историческую миссию потому что последующие события показали что его сохранение вот этого дома оно всегда говорило о торжестве несправедливости вот с этой точки зрения его снос представляет собой определенную справедливость мы впрямую анализируя это можем с этим не согласиться но уже в этой отдаленной исторической ретроспективе можно сказать что это действительно так какое значение имеют имена фамилии тех кто сумел найти останки царской семьи гелий означает солнечный то есть проливающий свет авдонина означает божий человек а васильев происходит от слова базилевс которое означает царь вот так вот на сегодняшний день завершилась эта история останки покоятся в Петропавловской крепости а споры о том справедливо это было сделано и несправедливо идут до сих пор российский журналист историк хотя он себя историком не считает Леонид Млечин рассказывал что к столетию убийства царской семьи он тоже ездил с лекциями рассказывал вот о ужасающей несправедливости о том что были убиты дети и предлагал разделить его негодование своим коллегам он читал лекции своим коллегам и один из них встал и сказал а вы знаете мы тоже считаем что это было сделано правильно то есть как сказал Никулин мы поступили очень гуманно спасибо за внимание АПЛОДИСМЕНТЫ